Аварийно-диспетчерская служба – это глаза и уши поставщиков тепла. Именно отсюда диспетчеры следят за теплоснабжением всего города. Мы в реальном времени видим, какие параметры, какая подпитка сетевой воды у нас. То есть мы составляем контроль. Контролируют диспетчеры почти 350 километров разводящих и магистральных сетей, плюс 30 котельных. О дефектах узнают из показаний приборов, которые выводятся на монитор, либо непосредственно от потребителей тепла. Здравствуйте, тепловые сети? Диспетчер тепловых сетей и сетёв. Слушаю вас, добрый день. Здравствуйте, вас беспокоят жители города Владимиро по адресу Ольско-Осадкино, дом 25. Вы знаете, у нас здесь во дворе проходят трубы теплоснабжения. И вот сегодня, буквально тут, может, полчаса назад, образовалось, ну, только свища, я не знаю, когда это. И там вода течёт на ролике. По каждому сигналу обязательно выезжает аварийная бригада. На месте она разбирается в сути дефекта. Ликвидирует его своими силами. А если авария серьёзная, вызывает подмогу. Проверили заявку, то, что вы сказали, по ОСАДКИН 25. То есть всё нормально, течки не обнаружено. Улица ОСАДКИНа может спать спокойно. Трубы здесь не текут. Выезд, тем не менее, не считается напрасным. Как говорят диспетчеры, лучше лишний раз приехать и убедиться, что всё в порядке. В обязательном порядке жители должны знать телефон нашей диспетчерской службы, потому что телефон 53-22-20. Это будет служить именно для того, чтобы как можно быстрее и оперативнее решить вопросы, возникающие, допустим, при теплоснабжении. Телефон 53-22-20 необходимо записать, а лучше запомнить. Звонить по нему нужно, если батареи в квартире остыли посреди зимы или горячая вода в кране перестала быть горячей. Набрать номер нужно, и когда вы увидите, что из-под земли идёт пар. Диспетчеры тепловых сетей работают круглосуточно. Александр Инин, Артём Горчаков, 6 канал.